ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР Я никогда не воспринимал этот фильм как комедию. Просто в нем очень много странных сцен, которые на удивление заставляют людей смеяться. Это нужно для баланса, потому что в остальном фильм довольно драматичный. «Пото Микрою» – самый малобюджетный фильм Майкла Бэя со времен его дебюта «Плохие парни» в 1995 году. Автор сопроводил картину признанием, что хотел сделать что-то маленькое, основанное только на актерской игре. Главные роли исполнили Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон. Бюджет ленты – 25 миллионов долларов. Для сравнения, третья часть «Трансформеров» Бэя стоила почти в 10 раз больше. ДИСКЛЕЙМЕР «Трансформеров-4» планирует привлечь в проект более традиционными методами. Четвертые «Трансформеры» станут совместным американо-китайским проектом. Предыдущий фильм серии, вышедший на экраны в 2011 году, заработал в Китае 165 миллионов долларов. Общие сборы картины превысили отметку в 1 миллиард. В Американском штате Джорджия полиция арестовала голливудскую актрису Риз Уизерспун. Она отказалась выполнять требования офицера дорожной полиции. Автомобиль, за рулем которого находился супруг актрисы Джеймс Тодд, двигался неровно по своей полосе. В результате полицейские остановили машину и приказали Визерспу наставаться внутри, начав проверку Тодда на употребление алкоголя. Вопреки указаниям офицера, актриса вышла из машины и начала кричать на стража порядка и оказалась в наручниках. А ее мужа обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Позже голливудская актриса извинила за свое неподобающее поведение. Она сказала, что выпила лишнего и теперь ей очень неловко. Кинокомпания Walt Disney планирует выпускать по одному фильму франшизы «Звездные войны» ежегодно. Режиссером седьмого эпизода станет Джей Джей Абрамс. Выход этой ленты намечен на лето 2015 года. События в новой серии будут развиваться после шестого эпизода «Возвращение джедая», вышедшего в 1983. Далее эпизоды будут появляться через 2-3 года, а между ними будут выходить спин-оффы – фильмы, посвященные отдельным героям вселенной «Звездных войн». В прошлом году создатель саги «Звездные войны» Джордж Лукас продал Walt Disney свою компанию «Лукасфильм» и все права на продолжение «Звездных войн» за рекордные 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Руководство американского кабельного телеканала Comedy Central решило не продлевать контракт с создателями мультсериала «Футурама». То есть, восьмого сезона, который по плану должен был стартовать в 2014 году, не будет. Создателя сериала Мэтта Гроунинга такое решение не удивило. Comedy Central приютил «Футураму» после того, как в 2003-м от сериала отказался телеканал «Фокс». В следующие 4 года регулярно появлялись новые эпизоды. Потом Гроунинг и его коллеги выпустили 4 полнометражных фильма, а с 2010-го вернулись к формату сериала. Тем не менее, создатели мультфильма не считают, что проект завершен и намерены искать для него новых партнеров. Финальная часть седьмого сезона войдет в эфир с 19 июня по 4 сентября 2013 года. Не запланировано 13 эпизодов. По словам Гроунинга, последние серии «Футурама» его команда делала, пытаясь превзойти самих себя. Так, чтобы если сериалу не удастся найти новый дом, финальные эпизоды могли послужить достойным завершением проекта. «Футурама»